Матч с Динамо 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 Одного забитого мяча недостаточно, хотя бы 2-3, и соперник бы успокоился. А так концовку мы получили довольно-таки нервную, тем более сами себя организовали. Голевой момент. Хорошо, что Солосин выручил. Вы сказали уже об игре Алексея Солосина, он дебютант нашей команды. Как оцениваете игру тех новичков, которые приняли участие в этом матче? Это помимо Алексея Солосина еще и Иван Темников, Сергей Бенц. Кирилл Погребняк, наверное, его условно можно так же, как и Сергея, назвать новичком Анзор Саная. В общем-то, те ребята, которые выходили, нам все знакомы. И Бенц у нас играл, и Солосина мы приглашали, я не помню, года 3 или 4 назад. Как надежного вратаря, который имеет опыт выхода из ФНО в премьер-лигу, и игры имеет в премьер-лиге. Темникова тоже знаком, он еще у Петракова играл, в Брянске, в общем-то, так следили. Могли и раньше его забрать, но не было условий и возможностей. По Кириллу, в общем-то, парень должен прогрессировать, все для этого есть, и здоровье, и желание. Поиграл во второй лиге, набрался опыт. В общем, поиграл результативно, да? Да, поэтому надеемся, что и ФНО будет прогрессировать. Что касается Саная, мы брали его на сборы, он два сбора с нами прошел. И мог включиться в этом матче? Да, приняли решение, что пока до уровня премьер-лиги не дотягивает, но под ФНО, в общем-то, я думаю, что поможет нам. Тем более, он вышел неплохо и поборолся, большое количество единоборств выиграл вверху. Парень мощный, при этом имел голевый момент. В общем-то, незнакомых новичков не берем, знаем качество, насколько нам хватит глубины состава и качества в атаке, чтобы скрывать такие шланеры на обороне. Покажет время, думаю, что и домашние, когда мы тоже можем включить ключи, что и в Питере. Насколько я знаю, после питерского матча к вам подходил ваш предшественник, бывший наставник нами Анатолий Давыдов. Интересно, каким образом он оценил игру нашей команды? Что сказал Анатолий Викторович вам? Ну, сказал, более чем достойно для первой игры. Все солидно, контроль мяча, да, и создавали голевые моменты. И зоны свободные находили между линиями его соперника. В общем-то, все, кроме реализации, да, понравилось. Хотя, то же самое отметил, что первые игры, как бы ты ни начинал, в каких лигах не начинал, они всегда сложные. И тур подтвердил, что и у Анжи были проблемы, и у Козовика 2-0 выиграли 2-2. В общем, сейчас первые 6-8 туров, конечно, будет биться сражаться. Я смотрел игру «Лучший Владивосток» Хабаровск. В общем-то, тут хорошего качества игра была, и картинка. Игра смотрится, и команда создает моменты. Поэтому просто не будет. В общем, по возвращению команды из Санкт-Петербурга в Томск, был подписан контракт, рассчитан на один год с Валерием Сорокином, хорошо известным томским болельщиком-футболистом. Он не тренировался с командой в межсезонье. В каком он сейчас функциональном уровне, и когда стоит ожидать его уже игрового? Ну, насколько время покажет, ждать, сколько ждать. Я не знаю, сколько ждать, как он наберет. Парень попал непростую ситуацию весной с травмой, да, долго не тренировался, потом получил вторую травму. В общем, сезон пошел наперекосяк. Ну, вот и решили, по поведенному согласию, он согласился, в общем-то. И мы согласились, что продолжить сотрудничество. Тем более, возможности его известно. Да, парень амбициозный, парень может играть. Поэтому, почему нет? Также после матча с «Динамо» был подписан контракт с Альбертом Шариповым, молодым полузащитником. Ну, парень, скажу, с качествами, да. Трудно сказать, будет сразу помогать или нет, но есть надежда, что то, что мы видим, да, сегодня помощник, и, в общем-то, парень на вырост. Можно будет и о другом уровне говорить об этом, но прежде нужно на этом уровне отыграть, посмотреть, как. Адаптироваться? Да. В общем-то, в команде адаптировался, на мой взгляд, довольно-таки быстро. Парень быстрый, с мячом хорошо работает и думает, принимает неординарное решение. Поэтому есть надежда, что помогать будет нам сразу. Трансферная кампания еще не закончена, она заявлять на очков можно до 1 сентября, насколько известно. Какие, на ваш взгляд, позиции в нашей команде требуют усиления? Ну, в общем-то, обойма такая, боевая у нас есть, да, уже. Сейчас важно не торопиться, уже, может быть, Несколько укрепление, усиление, а вот именно ключевые какие-то такие позиции нужно будет найти, да, Чтобы действительно там определял стиль команды, может быть, даже. Где-то и был локомотивом, потому что все-таки И Погребняк, да, и Санай, они пока на этом уровне не играли. Поэтому хотелось бы более опытного нападающего, да, иметь. Забивного, ну, где их возьмешь в России? Заборная России страдает от этого. Поэтому здесь есть некоторые проблемы. В фланговых атакующих, да, может быть, тоже, да, Такое серьезное усиление, если появится такая возможность. Если не появится, то, в принципе, можем до зимы. Сыграть на паузе, отыграть этой обоймы, Нас, в общем-то, достаточно хватает, да, Чисто у нас состава. А уже по земле принимать решение, В какую сторону двигается команда. Сколько очков будет, И на каком уровне мы остановимся. Василий Вадимович, нас ожидает в субботу матч с красноярскими ЕСЕМ, В составе которых есть и хорошо известные нам футболисты, Харик Тонов, Гультеев. Про ЕСЕЕ какая-то информация есть? У вас что скажете? Ну, ЕСЕЕ есть информация, Но пока мы просмотрим сегодня наш выбор, А накануне игры уже ребятам покажем, Какие проблемные места были в ЕСЕЕ, И какие проблемы там игроки, взаимодействия Киев. То, что наши ребята играют, в общем-то, Илья Гультеев к нам приезжал, Неделю тренировался, но там проблема не в том, В игровых его качествах. У нас позиции просто закрыты, И наполнение состава нежелательно было. Поэтому по три человека на место, Было проблемой с атмосферой, настроением в команде. Не стали перенасвещать определенные позиции, А есть позиции, которые еще не закрыты. Ну, а Сашка Харитонов, Что был одним из лидеров команды, И капитаном команды, Я думаю, что приедет с дополнительной мотивацией В родной город со своей командой. Думаю, что будет сражаться, И биться, И показывается лучшие качества. Ну, возвращаясь к нашему разговору о том, Что Тойм будет фаворитом в большинстве матчей, Можно предполагать, Что Енисей приедет сюда играть, Думая, прежде всего, Об обороне своих ворот. Ну, я не знаю, Я не предполагаю, Что именно вот команда закрылась, И сейчас же, в общем-то, Все эрудированные, образованные тренеры, И ребята очень хорошо понимают футбол, И что такое от обороны играть. Тут Аргентина от обороны играла очередь. Или чего? Да, там плотно на своей половине поля, Да, там быстрый ответ на атаки, Да, там голландцы их поджали, Но где-то были варианты продолжения игры, Где аргентинцы закрывали голландцев В дополнительное время, поэтому. Здесь важен переход из обороны в атаку, Из атаки в обороны. Насколько высоко оборонно строится блок На чужой половине поля, Или на своей половине поля, Или в средней зоне. Поэтому, что такое от обороны? Естественно, отойдут, Зоны постараются перекрыться, И на быстрых ответных атаках Будут строить игроки. В общем-то, То, что мы играли, Для нас сегодня определенные сложности есть. Если мы быстро переходим Из атаки в оборону на чужое половине поля, У нас создаются свободные зоны За спиной защитников. Поэтому здесь есть определенные трудности. Дома придется так играть С позиции силы, Доминировать. За счет контроля мяча Нужно будет с позиционными атаками Где-то расшатывать. Будут проблемы, да. Но я думаю, что Мы готовы к этому. Огромное спасибо Мы говорим О нашему сегодняшнему гостю, Главному тренеру Футбольного клуба ТОМИ Василию Баскакову. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!